Друзья, здравствуйте, приветствую вас. Меня зовут Анастасия Гусарева, это Политека, и мы с вами встречаемся, дабы все проанализировать и понять, что произошло, почему так произошло, где наши с вами места в этой системе координат, ну и, собственно, для того, чтобы не потеряться в этой просто калейдоскопе событий, которые происходят каждый день. И, конечно же, для того, чтобы разбираться и анализировать, мы всегда приглашаем в наши эфиры гостей Геннадий Балашов. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте. Приветствую. Говорят Блумберг, страшная нехватка боеприпасов живой силы на фронте и пробелы в противовоздушной обороне свидетельствуют о том, что Украина находится в самом хрупком моменте за более чем два года войны. Блумберг ссылается на слова знакомых с ситуацией западных чиновников. Они говорят, что следующие несколько месяцев станут самыми тяжелыми для Украины, поскольку общественность будет истощена войной, особенно в городе Харьков на востоке страны, который подвергся особому обстрелу. Согласны ли вы с таким мнением? Ну и, с другой стороны, это же мнение не появилось на пустом месте. То есть ситуация развивалась, она как-то к этому шла. И вот наступил этот момент, который будет переломным. Но все же знали и все видели, как ситуация развивается и куда она движется. Я имею в виду союзников, я имею в виду США, я имею в виду Европу. И в то же время все были очень обеспокоены, но тем не менее в эту точку мы пришли. Думаю, что в этом вопросе нужно ставить вопросы силам, которые реально влияют на войну. Если предположить, что сама война находится в управляемой стадии, условно говоря, как управляемая ядерная реакция, она находится под контролем, значит, будет вырабатывать электроэнергию. Находится под контролем, значит, она будет находиться в какой-то там ракете, бомбе и не производить. На сегодняшний день на территории Украины идет управляемая война. Теперь мы когда зададимся вопросом, а кто, в принципе, может управлять войной так глобально, чтобы война не выходила за рамки одной страны. Конечно, Соединенные Штаты Америки. Я не могу себе предположить, чтобы Соединенные Штаты Америки, ввязавшись в эту бойню, потратив больше всех денег и ресурсов, сумев при помощи этой войны объединить все европейские страны, 25 стран, увеличить НАТО, чтобы они не имели плана завершения этой войны. И, по большому счету, мне кажется, надо видеть эти даты завершения этой войны и почему на сегодняшний день у Путина истерика в виде того, что он бомбит электроснабжение и разбивает станции и разбивает мирный город Харьков. Истерика – это из-за того, что он на самом деле не может двинуться войсками дальше. На самом деле он увяз в Украине и не достиг своих глобальных целей по порабощению Украины всей. То есть захвата и смены руководства страны, чтобы Украина стала вассальным Россией государством. Тут ведь исторический фактор в том заключается, что самой России, Российской Федерации, не может существовать без Украины. Вот этот фактор не учитывается. И поэтому, когда стоит задача мировая сломать хребет Российской империи, чтобы она перестала существовать, у нее выдернули самый большой актив – Украину. И, конечно, это происходит болезненно. И, учитывая все это, надо понимать, что на сегодняшний день Соединенные Штаты вполне контролируют ситуацию. Никакого захвата Киева, никакого, возможно, и побомбит он какие-то энергосистемы, но дальше он не продвинется. И войну будут завершать, наверное, в этом году. И, наверное, все подходит, если рассматривать по датам, как я, например, вижу, по датам – это избирательная кампания Байдена. Байден сейчас проводит блестящую избирательную кампанию в том плане, что весь мир напрягся. Блумберг пишет. Мир на грани катастрофы. Крепкий орешек 4-5 включаются. И Байден в виде такого крепкого орешка начал просыпаться. Начал делать более резкие заявления. По сценарию Голливуда это всегда должно быть в конце красный или зеленый перерезать кабель. Провод, да. И на сегодняшний день мы видим, что реакция вполне управляемая Соединенными Штатами Америки. Путин не вышел за рамки Украины, не применил какие-то запрещенные вещества. А Украина нарушила немножко договор, выйдя за рамки того, что ей дозволено. Ну, в плане обстрела российской территории. Но я смотрю, как это загасили и что украинские власти нанесли удар по самим себе. То есть, нарушив договоренности с Соединенными Штатами и европейцами, они в результате не получили такие важные боезаряды, как крылатые ракеты или длинные ракеты на Хаймес. Поэтому я думаю, что Соединенные Штаты прекрасно управляют. Довольно-таки циничный и жестокий подход к гражданам Украины. Но дело в том, что оставшийся совок на территории Украины, он ведь тоже должен быть уничтожен. Вот мы сейчас будем с вами наблюдать интересный момент. У нас Центрэнерго, который такой важный был для Украины, такой просто необходимый, чтобы стабжать электричеством, на который потратили миллионы денег от ведомства наема, бункеры там построили над этими корпусами, чтобы их не разбомбили. Выяснилось, ни денег, ни электроэнергии, ни бункеров. А что произошло? На самом деле коррупция уничтожила коррупцию. Вот эта коррупционная схема Центрэнерго уничтожена российскими ракетами, которая уже давно толком не работала на одну треть. Одну станцию захватили, сами россияне оккупировали. Одну станцию под Харьковом разбили еще в марте. И отряд не заметил пропажи бойца. А сегодня Украинку разбомбили, и самое удивительное, вы увидите, что электроэнергии будет хватать. И выяснится, что вот этот весь закупленный уголь, это все коррупционные схемы. Они их закупили на два года, наверное, вперед. Спешили. То есть вот это вылыкок родивничества, которое возглавил наем, на сегодняшний день вылезет ему боком. Потому что, мне кажется, сейчас должны поехать инспектора и посмотреть, что он там настроил. Туда же исписаны миллиарды. И Зеленский это съел. То есть ему представили наема, как майдановца, который любит пить кофе, но не ходит. И сегодня, мне кажется, его Коломойский должен активно звать попить кофе в тюрьму. Потому что они списали миллиарды долларов на вот эти укрытия, которые не сработали. Хотя еще год назад люди предупреждали в ютубах, в эфирах, что все это не защитит от ракет. И пришла беда. И на самом деле ракеты Путина снесли коррупционную кормушку, без которой мы прекрасно поживем. Вот что, мне кажется, добивает Соединенные Штаты Америки. С одной стороны, усмирение России, чтобы она перестала быть империей. А с другой стороны, прекращение существования постсоветского государства. Уже у украинцев есть одна сила. Это стремление в Европу. И да, меньше народа дойдет в Европу. Но по большому счету, а как еще избавиться от совка? Если сами себя до войны довели. Вот таким воровством. Давайте еще более детально остановимся как раз таки на планах Америки. И потом тоже детально поговорим и о Наеме, и о Кубраковой. Потому что тут тоже есть новая информация, новая тема. Но тот же Блумберг, о котором мы с вами упоминали, также заявляет о том, что у Соединенных Штатов Америки нет плана Б для военной помощи Украине. США не имеют плана Б в вопросе о военной помощи Украине, за исключением заблокированных в Конгрессе 60 миллиардов долларов. Об этом пишет Блумберг, ссылаясь на неназванных американских чиновников. И по словам собеседников агентства, Белый дом очень разочарован как республиканцами, которые с осени 23-го задерживают помощь Киеву, так и союзниками в Европе, которым, по мнению администрации Джо Байдена, стоило бы передать Украине прибыль от замороженных активов Российской Федерации. Кроме того, в Вашингтоне считают, что государства Евросоюза должны оперативно отреагировать на просьбу Киева и организовать поставки систем ППО Патриот собственных запасов. Как вы расцениваете, как вы объясняете вот эти публикации, эти заявления и план Б, а должен ли он был существовать у Америки касательно Украины? А зачем, если первый план прекрасно работает? На сегодняшний день Трамп попал в засаду вместе с республиканцами, потому что Нижняя Палата приняла, а Верхняя блокирует только одним человеком, республиканцам. Сам Трамп на сегодняшний день не может объяснить, почему он блокирует помощь Украине. На сегодняшний день и в Европе, и приезжают же к Трампу посланники, говорят, разблокируйте, что вы делаете. В саммик Соединенных Штатов России растет недовольство Трампом. То есть мир начинает понимать, что Трамп и является опасностью для всего человечества. И в данной ситуации Байден прекрасно, как стратегический политик, подставил Трампа под вот этот удар, в котором я не знаю, как он выживет. Потому что, если еще кто-то сомневался, что Байден победит, то на сегодняшний день Украина уничтожает Трампа как кандидата в президенты. Потому что его политика не укладывается в мифологию Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки крепкие арестки, они спасатели мира, они должны быть смотрящими за демократией. А Трамп занял позицию, гори все огнем. И это совсем не американский образ жизни. Конечно, он находит своих почитателей в нижних слоях населения, но это не высшее общество и не звезды, и не те, кто определяет политику вообще Соединенных Штатов Америки. Поэтому я уверен, что ставки повышаются. План Б не нужен, потому что прекрасно работает план А. И идет все по плану избирательной кампании Байдена. Вот в этой кампании, кстати, стоит интересное событие. Ну, саммит в Вашингтоне, НАТО. Там будут очень важные заявления. Это все стоит в избирательной картотеке Байдена, где он будет пиариться на весь мир и на Соединенные Штаты Америки. Следующая встреча мирового сообщества в Швейцарии 16-го. А мы должны с вами помнить, что три года назад Байден в Швейцарии 17-го в июне встретился с Путиным. И о чем они там говорили, осталось большим секретом. Вот там, в Швейцарии, судя по всему во время их разговора, произошло обмен мнениями о будущей войне, которую хочет Путин развязать и забрать Украину. И, наверное, там Байден сказал, ну попробуй. Но единственное, что предупреждаю, не выходить за рамки Украины. Почему я говорю, что это управляемая ядерная реакция на территорию Украины. Да, от нее страдают украинцы, но в какой-то степени, ну, цена высока. Украина отрывается от империи. Потому что это война за независимость. И в данной ситуации глупость Трампа заключается в том, что он против войны за независимость Украины. А это неприемлемо для американцев, у которых история войны за независимость от Вашингтона следует, от первого президента. То они сами воевали 14 лет за независимость Америки. Против отделения своего колониального прошлого. И сейчас Украина как раз этим и заняется. Отделяется от России. Тяжело, с кровью, с потерей даже территорий. Но все идет очень даже по плану Байдена. Поэтому украинцы должны успокоиться. А, если уничтожается какая-то инфраструктура, то она очень старая. И она очень коррумпированная. Она, и более того, война вскрывает эти все коррупционные кормушки. А война даже показала нам бессмысленность существования президента. Сейчас люди понимают, что президент вообще ни на что не влияет. Он просто говорящая голова в телефон. И сказать, ну, нам же не надо следующий Дякула. Ну, у нас предыдущего обзывали Дякулой. Но каким образом граф Дякула вселился сейчас на Зеленского? Потому что он все время дякует кого-то. Дякую, 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 дякую. И что-нибудь выпрашивает. Так, по большому счету, мы все и сами можем попрошайничать. Зачем нам для этого президент? Президент должен принимать стратегические решения. А вот стратегическое решение создать агентство НАЕМа, которое возглавил НАЕМ, в которое вошло Украфтодор, большое строительство, а также коррумпированное агентство, которое строило нам стадион самый дорогой, времен Януковича. Вот тут надо задать вопрос. А президент вообще думает, когда что-то делает? Или подписывает то, что ему подкидывают, если ему нравится НАЕМ? И вскрылись, конечно же, смотрящие, типа НАЕМа, Лещенко. У одного шила вылезла, а у другого будки укреплений. Вот как раз об этой ситуации давайте попробуем разложить. Значит, об этом заговорили всерьез, естественно, после массированной атаки по энергосистеме. Трипольская ТЭЦ полностью уничтожена. Это Киевская область, это самая большая в Киевской области ТЭЦ. Естественно, сейчас во всех эфирах, во всех студиях обсуждается то, как долго и в каких объемах мы будем сидеть без электрики. Многие сходятся во мнении, что до следующей зимы это восстановить будет невозможно. Я имею в виду не только Трипольскую ТЭЦ, я имею в виду все те разрушения, которые были нанесены во время этих ударов и ракетных массированных атак. Далее, уже призывают украинцев экономить электроэнергию с 19 до 22 каждый день, для того, чтобы не было отключений. Кубракова на ЕМА вызвали на ковер, чтобы они объяснили. И вот сегодня появилось сообщение, что Кубраков назвал единственный способ защитить энергообъекты от атак Российской Федерации. По словам министра инфраструктуры, полностью защитить энергообъекты можно только третьим уровнем защиты. Это намного сложнее. Мы это сделали совместно с Генштабом. Их военные инженеры разработали эти конструкции. Четыре страны-партнера прислали своих инженеров. И с самого начала принимали участие в разработке. Это Британия, США, Германия и Япония. Но вот далее он говорит, что единственный способ – это спрятать под землю, усилить ПВО, и даже такие саркофаги, как в Чернобыльской АЭС, не помогут. Но у меня тут возникает другой вопрос. Мы на третьем году войны. И то, что Путин будет бить по энергообъектам, ну это спроси людей, на базар выйди, они расскажут это, потому что это логично, потому что так уже было. И только на третьем году войны они начали рассуждать о том, а как же защитить энергообъекты. Наверное, четвертый уровень. Нет, они два года назад создали это агентство, получили туда деньги, списали их на укрытие этих объектов. Теперь эти объекты разбиты. Теперь у них следующая идея – давайте теперь все это закапывать. Но мы же ставим вопрос по-другому. А сколько электроэнергии вырабатывали эти устаревшие ТЭЦы? На самом деле это коррупционные кормушки, которые давали тепло людям в дома. Но десятки лет уже говорят, что люди уже давно технологически могут отапливать себя сами. Им надо помочь котлами обзаветись, на дома или на индивидуальными котлами. Но мафия еще от Януковича держалась за эти ТЭЦ, потому что там списывался уголь. Нам объясняли, что куда уголь девать, куда шахтеров девать. Это до оккупации. А когда стала оккупация, они начали говорить, ну как же ее закрыть, если то-то. У них всегда находится причина. Собирались продать этот Центренерго. Потому что Центренерго на самом деле – это бумажки в Киеве. Они сидят в Киеве и перекладывают бумажки. А сами станции находятся бог знает где. То есть зачем вам прокладка эта? И оказывается, эта прокладка должна деньги за непоставленную электроэнергию в размерах до миллиардов. И на сегодняшний день Украине, по идее, должно хватать атомной энергетики. Но я же говорю, что вот эти все гидро, вот это Центренерго, это удерживалось только для того, чтобы строить коррупционные схемы. То есть покупать уголь, хранить его, списывать деньги. А потом они не вырабатывают достаточной энергии. Ну и плюс еще на тепле списывать на поставках сколько хочешь. Потому что трубы проложены по улице. То же самое проблема и в Киеве. Я же почему говорю, что война защищает нас от старой коррупции. Старая коррупция показывает, что ее не должно быть. Я даже боюсь, что они сейчас действительно начнут восстанавливать эти Центренерго. Их и восстанавливать-то не надо. У нас надо совершенствовать атомную энергетику, добавлять мощности. И вот этим надо заниматься. Потому что атомная энергетика, во-первых, дешевле, безопаснее. И по ней стрелять не будут. Потому что она находится под другой защитой. Статусом защиты. Ну а наши эффективные менеджеры, им же воровать на угле надо. Они придумают новые схемы. Если это так, потому что я в них не сомневаюсь. Так вот, заговорили о кадровых перестановках. И это касается Кабмина. И вот в публикации РБК Украина там как раз упоминались фамилии Наема, Кубракова и Верещук. Но как вы считаете, справедливо ли это, когда мы имеем вот такую степень ответственности, если мы говорим о министрах, которые отвечали за укрытие, за все остальное. И единственным наказанием это увольнение с Кабмина и иди себе дальше, занимайся своими делами. Народ Украины должен задавать вопрос. Подождите, Наем назначился на такую должность, подписал какие-то документы, засекретил, протащил эту схему для президента, выделили деньги. Все равно же вопрос стоит, а укрытие где? Потому что там вопрос не только к Наему, к инженерам, которые разрабатывали, к архитекторам, которые это подписывали, к людям, которые это засекретили, потому что у общественности нет доступа. Но факт на сегодняшний день, фактовое уголовное дело, должно быть по факту несработки. То есть оно назробыло ничего, оно не защитило. Потому что на сегодняшний день мы остались до их строительства, вот этих укрытий, говорили, что лучше на эти деньги купите систему ПВО на эти объекты. И оно защитит. И по цене оно дешевле будет. Но на закупке вот этих систем защиты вы не заработаете. А на бетонирование ложных объектов вы заработаете. Я думаю, что Наем сам не понимал, что он подписывал. Но так в этом же и проблема, когда вы берете журналистов. Он может быть и талантливого, честного. И делаете из него прожженого варюгу, который теперь начинает лгать и придумывать другие вещи, не разбираясь в этом вопросе. И мне кажется, он должен нести ответственность. Потому что общество потеряло десятки миллиардов гривен. Общество потеряло электростанции. Общество потеряло объекты. И что теперь слушать? Конечно, у Валерии недостаточно. Этот факт будет сейчас несеть. Это только начало его обсуждения. Потому что здесь, ну вот на наших глазах, за два года украли деньги, построили черти что и потеряли станции. Вот такая защита. А ответственность должна быть. Мы с вами уже говорили, вернее вы сказали о том, что эти удары по энергосистеме, это истерика Путина определенная. И вот в дополнение именно к этой теме, недавно Путин встретился со своим единственным, наверное, еще другом Лукашенко. Они записали видео там на расстоянии 500 метров, где они вдвоем сидят. Во-первых, там очень интересно, если пронаблюдать поведение Лукашенко по отношению к Путину. Оно уже не такое, как раньше. Если раньше это было такое более присмыкающееся, то сейчас он позволял себе его там перебивать, что-то там вставлять, какие-то реплики, что уже вызывает вопросы. Но на этой же их встрече Путин давал Лукашенку жаловаться о том, что его не пригласили на форум мира в Швейцарию. Говорил о том, что надо возвращаться к стамбульской вот этой формуле мира. Я так понимаю, речь идет о стамбульских переговорах и так далее. Аккурат к этому новая газета Европа вбрасывает якобы предложения от Турции с пунктами этих переговоров, что Украина сохраняет нейтралитет до 2040 года, вступает в ЕС и так далее. Свидетельствует ли это о том, что у Путина действительно истерика, что у него тоже силы на исходе, и он пытается вот такими информационными историями как-то продавить и склонить про инок переговор? Когда россияне во всех своих пропагандистских посланиях говорят, что санкции не работают, они не просто работают. Они перебили хребет путинской экономики. Вот если я сравниваю Путина со сказочным кащеем бессмертным, который над златом, над газом чах, и когда произошел взрыв, подрыв северных потоков, это была та игла, которая вот навсегда переломила его путь в Европу. То есть, кто бы это ни сделал, кто бы это ни взорвал, но те люди, которые приняли это решение, они знали, что делать. Они как царевич достали эту иглу и переломили. И на сегодняшний день этот каще бессмертный, он еще ходит, но он уже на издыхании. И вот отсюда, наверное, вот эта нервозность, бомбежки Харькова, потому что нужно спешить заставить Украину подписать выход из войны хоть на чем-то. И работают дедлайны. Вот у меня такое подозрение, что там, в Швейцарии, три года назад, 17 июня, произошло событие, в котором они определили даже размер конфликта, время. То есть, не только определили, вот в чем управляемость этого, они определили зону конфликта, она должна не выходить за территорию Украины, и они определили время конфликта. Время конфликта три года. Вот если они 16 июня встречаются, а прошлый раз, ну не они, а форум мира. И на этом форуме мира должна быть принята глобальная система безопасности. Вот это стамбульский слив через новое время, когда они сказали, на первую строчку ставят угроза ядерного оружия, сокращение ядерного оружия, постановка под контроль, принятие решения о неприменении. Это уход в глобальную политику. Это Путин таким образом пытается перевести свои отношения с Соединенными Штатами Америки. На самом деле, мы войну должны рассматривать, как войну Соединенных Штатов Америки против России. И войну против Соединенных Штатов на территории Украины. За влияние на эту территорию. Поэтому ничего удивительного здесь нет, что он нервничает. Как это, у дракона начинают трястись эти, как, жабры, или там, что у него там, перепонки. Страшно становится. Потому что перемирие вообще плохо и для Путина, и для Зеленского. Потому что солдаты 200 тысяч вернутся и зададут кучу вопросов Зеленскому, как он довел до такой ситуации, что ситуация стала хуже, чем она была не то, что в начале войны, а в начале его правления. Вообще-то он довел страну до такого состояния. Ну и Путину будет вопрос, а как это ты потерял Украину в целом? Как государство? И почему они так интенсивно все-таки уходят от нас в Европу и ненавидят всех россиян? Вот все эти вопросы. А как вы считаете, вот эта истерика, которая сейчас, да, и вот, возможно, действительно дедлайны, не приведет ли это к эскалации именно в ядерном вопросе? Нас же именно этим пугали все это время, что давайте не так интенсивно, не так сильно, а то нажмет ядерную кнопку. Я думаю, это ссылка была и американской дипломатии, и европейской запугивать свои страны ядерной угрозой, чтобы не вмешиваться более интенсивно в украинский конфликт. Потому что вся фишка заключается в том, что не введя ни одного солдата, давая только оружие, и то в ограниченном состоянии, умудрились удержать вторую армию мира, как они заявляли. То есть на самом деле война развенчала, что никакой второй армии мира нету, и что сама Россия – это колосс на глиняных ногах. Но проблема таких империй, что они пусты внутри. То есть разрушить их проблематично, потому что они уже пусты. Поэтому кажется, что санкции не работают. Для нормальных людей – это санкции несовместимой жизни. Для россиян норма. То есть не поставят какой-то продукт, не завозят машины, не можем летать на своих самолетах, ну ничего, будем есть, что-то будем есть. Москва самое главное, что жирует, а так все остальное. Все нормально. Есть чем гордиться. Большая страна. Они это внушили. Но и самое главное, что и Украина оказалась пустотелой. Вот ее коррупционная машина сожрала изнутри настолько, что вот исчезновение трех станций не влияет на поставку электроэнергии. Это говорит о том, что мне кажется, 50% министерств, если бы сейчас закрыли, мы бы не заметили, что произошло. То есть вот ничего для украинцев не произойдет, если 50% министерств перестанут вообще функционировать, работать, а чиновники пойдут, допустим, на фронт. Вот и резервы подтянулись бы. Давайте более детально попробуем разобраться с Лукашенко. Во-первых, то, как он себя вел, это я уже вам выше сказала, и он сделал интересное заявление. Сначала он пугал о том, что Беларусь готовится к войне, он там проводил обучение, в общем, там гремел оружием всем, которое подоставал ржавым. И его кремлевские пропагандисты начали спрашивать, почему Беларусь не вступает в войну. И он ответил, что Беларусь не может вступить в войну против Украины, потому что там все заминировано. Он сказал, что Республика Беларусь не вступает в войну против Украины из-за того, что граница нашей страны полностью забетонирована, заминирована. И, согласно его словам, в случае, если бы сегодня Беларусь вступила бы в войну против украинского государства, то такие действия не принесли бы никакого результата, ведь украинская граница с Беларусью сейчас забаррикадирована настолько, что туда невозможно даже подойти. И он подчеркнул, что граница сейчас с Украиной полностью забетонирована, заминирована. По его словам, количество войск Украины на участке белорусской границы достигает 120 тысяч военнослужащих. Ну, это звучит немножечко комично со стороны Лукашенко, наверное, вот что он так испугался. То есть давать свои аэропорты для того, чтобы по Украине там бомбили, он не боялся. Разрешить России разместить ядерное оружие он не боялся. А тут он, значит, забетонированного боится. Но в то же время очень интересна его позиция по отношению к Путину и по отношению к Кремлю. Что для вас понятно в этой ситуации? С Лукашенко давно все понятно. Беларусь просто просится в Европу целиком. Ее бы давно уже села Европа, если бы не Лукашенко. По большому счету Европа ждет, когда Лукашенко окочурится и втащит Беларусь в Европу, оторвать ее от России. 9 миллионов населения они быстро бы переживали. Они бы быстро провели все реформы, и там было бы нормальное демократичное правительство. Потому что по самой карте видно, что Беларусь – это часть Европы даже больше, чем Украина. Она еще глубже находится. И она входила в ту самую речь Посполитов, которая была. Исконно европейская земля. Поэтому он переживает только за одно. Как все диктаторы за свою личную войну. Он бы напал на всех. Но проблема в том, что картофельный фюрер, оно же не так просто дается. Картошкой не забросаешь вооруженную, досуговую Не, ну попробовать можно, конечно. Не, ну можно побросаться, да. Поэтому он картофельный фюрер. И ведет себя как картофельный фюрер. Никакой угрозы он никому уже давно не представляет. Но выглядит так, что он как уж на сковородке извивается, чтобы вот не дать России втянуться в эту войну. Ну, втянуть Россию, да, Беларусь, вернее, в эту войну. Он и туда, и вот уже вот сейчас у него отговорка, что забетонирована граница. Говорит, я пошел бы. Но я же не могу границу забетонировали. Но украинцы... Да то он знает, откуда готовилась нападение. У него даже карта есть. Его обсуждать это бесполезно, потому что он, режим его не белорусы, а режим его подвасален Путину. Он зависим от этого нефти, газа, который... Он хорошо пользуется ситуацией, то есть получает деньги. Но он же все равно диктатор, которому приходит конец. Сегодня выбивается главный приз или главный алмаз короны Российской империи. Это Украина. Вот его выбивают. Он там чуть-чуть застрял, чуть-чуть покрошился, но его выбивают. У украинцев оказалась очень сильная тяга к Европе. И вот все 33 года существования Украины, какие бы перипетии ни происходили, смены президентов, все равно украинский народ прет в Европу. Если сравнивать опросы 20-летней давности и сейчас, то трудно найти сейчас людей, может быть, 10%, которые смотрят в сторону России. Или смотрят в сторону какого-то нейтралия. Сейчас все... Нет, в Европу и все. Это одно... И пока эта идея не осуществится, она будет осуществляться на наших глазах в течение ближайших пяти лет. А без Украины никакой России, Российской империи уже нет. Это уже будет азиатская страна, которая будет населяться азиатскими людьми. Кавказом, там, Средней Азией. Пускай лазить будут. Вот, кстати, о взгляде и направлении в Азию. Значит, генконсул Китая публично унизил Россию на глазах российских чиновников. Дипломат сравнил аэропорт в Иркутске с автобусной остановкой в китайском уезде. Исполняющий обязанности генконсула КНР в Иркутске Сун Чуанзянь принял участие в круглом столе на тему развития туризма в упомянутом российском городе и выступил там заявлением которое наверняка было воспринято местными чиновниками не иначе, как унижение инфраструктурных возможностей Российской Федерации. Дипломат сравнил Иркутский аэропорт с автобусной остановкой в китайском уезде. Он это сказал на русском языке, обращаясь к участникам этой встречи. Он привел в пример один из поселков, поселков китайской провинции, в котором строят метро к центру уезда и призвал иркутских чиновников брать пример с Китая. В плане развития инфраструктуры. Ну и Китай в принципе в последнее время, мы видим так, все более становится холоден и нейтрален к Российской Федерации. Можем ли мы говорить о том, что Китай также выжидает определенного переломного момента, после которого скажет, ну давайте Сибирь сюда, а вам спасибо, до свидания. Я думаю, что сама стратегическая задача тех же Соединенных Штатов Америки и Китай не сильно этому возражает, потому что он сейчас пользуется ситуацией в плане денег, которые он зарабатывает хорошо на России, на ресурсах. Ну стратегия – это развал Российской империи. То есть такая империя, она уже не современна. Вот там были бы очень неплохие страны, образовались бы вполне так мирового, маленькие, компактные. Ну возможно там Московия отдельно, возможно там Новгородская республика вернулась бы. Кстати, которая была когда-то, входила вот в вот эту часть, которые были принесены ценности готов. Готы долго занимали эти территории, а они пришли из Швеции. То есть те ценности до сих пор остались здесь, аж до Новгорода доходило. И сегодня можно считать, что украинцы – это смесь шведов и славян, поэтому у нас много блондинок есть. Наверное, это шведские корни. Так что история возвращает нас во времена те, когда все время стремились европейцы на территорию Украины. И у нас сейчас исторический шанс. Поэтому вот когда говорят о плане А, Б для Америки, у них есть один план. Это разрушить Российскую империю путем выдергивания Украины из-под ее лав. А это надо выдернуть из-под коррупционных лав. Потому что именно коррупция в Украине и в России привела к войне. Именно коррупция разграбила армию. Именно коррупция обманывала нас в строительстве. Именно коррупция привела к тому, что мы не имеем нормальной экономики. Потому что все, что экономика мы даже видим, это государственная экономика, которая не работает. У нас 3000 неработающих государственных предприятий. У нас, когда сейчас собирают, вот закон о мобилизации вышел, собирают людей, говорят, нет денег, некем менять. Но контрактная армия могла бы построиться на том, чтобы государство раздавало солдатам землю, сертификаты на землю. Вот идешь воевать, на тебе гектар земли. Придешь, у тебя будет продаж или семья будет пользоваться. И огромное количество украинских мужчин, в таком случае, из безработицы, они пошли бы в армию сколотить капитал. Ну, то есть, надо предоставить людям сколотить капитал. Государственные предприятия могли бы тоже через сертификаты раздаваться военным, которые воюют. Но вместо этого у нас устраивают советскую рабскую армию. И самое кочувственное, это, конечно, когда они вытащили демобилизацию. То есть, фактически, люди оказались не просто в рабстве, они в психологическом рабстве. Они не понимают, когда они вернутся. Их жены выходят и требуют вернить и мужчин. Еще неизвестно каких через два года войны. В состоянии голова какая. Их еще лечить надо. Поэтому то, что сейчас делает команда Зеленского, они де-факто являются похоронной командой. Вот у них был очень интересный сюжет в «Слугах народа», там, где они расстреливали парламент и хоронили президента. Я говорю, что про себя все это сняли. Что они сейчас занимаются похоронами самой структуры президентской команды. Вот все вместе. Вот на ЕМ закапывает, Лещенко, Шила там появился, Ермак и Зеленский. Все эффективные менеджеры взяли лопаты и копают себе могилу. Вот в контексте коррупции, не могу не спросить вас о скандале, который в соцсетях разлетелся. И, конечно, это на слуху. Возможно, это не так активно тиражировалось в средствах массовой информации. Но, тем не менее, люди об этом говорят. Значит, одну инспекторшу львовской таможни Юлию Дригу поймал на улице блогер такой есть, который узнает, сколько стоят там одежда, луки и все остальное. Она так сильно обрадовалась, видимо, что ее там остановили на улице, что рассказала, значит, сколько у нее что стоит. Шляпка у нее от Руслана Богинского 18 тысяч гривен, поводок для собачки Гуччи за 200 долларов, сумка Луи Виттон полторы тысячи долларов, часы-кортье 5 тысяч долларов, сапожки Эрме 800 долларов, пиджак там подешевле как-то на ней оказался за 2 тысячи гривен, лосины за полторы. Но при этом всем ее декларация говорит о том, что за весь год, за весь год, она заработала 136 тысяч гривен всего за год. Когда ее спросили, чем она занимается, она сказала, чуть-чуть работаю на себя, чуть-чуть работаю на государство. Ее уволили. 12 апреля она написала заявление за сходу из Турин. Значит, на это отреагировал руководитель таможни Львовской, Андрей Кузик. Он написал, что там надо думать, что будет проведена проверка, что она была приглашена для дачи пояснений в отдел по вопросам противодействия коррупции, написала заявление о увольнении. Спасибо всем, говорит, кто не прошел мимо этого видео и так далее. Но ведь суть же даже не в том, что ее уволили, а суть в том, что я не хочу сейчас, чтобы на меня там подавали потом позовы, поэтому скажу так, имоверно, очень вероятно, предположительно, она же воровала эти деньги, наверное, если 136 тысяч гривен у нее зарплата за год, она может позволять себе такие луки. И это продолжалось какое-то время, пока она там работала, и все об этом знали, просто что ее умственные способности не позволили ей пройти мимо этого блогера. И это тоже вопрос. Здесь, знаете, общество вводит в заблуждение. Нету такого понятия на таможне, она воровала. Она не может воровать на таможне. Я сказала предположительно, чтобы на меня тут не подавали. Воруют коллективно. Да. Там дело в том, что сейчас выстроена еще система со времен Януковича. На каждой таможне есть камеры. Там все видно из Киева. И вот это центр управления всеми таможнями, всем известно, где находится. Он находится в парусе на 24 или на 23 этаже. Они там находятся со времен Януковича. И они никуда не ушли при Порошенко, они никуда не ушли при Зеленском. Они как сидели, вы помните убиенного Киреева? Да. Это один из людей, который попал в переплет передела, судя по всему, финансовых потоков как раз времен Зеленского. И поэтому его убили. В грабежи на таможне обязательно должен входить главный губернатор, а сейчас военная администрация, должен входить главный прокурор, должен входить начальник СБУ. Это коллективный орган. И ни один рядовой сотрудник ничего не может сделать. Он под камерами находится. Без соизволения начальника. Это значит, что она в структуре вот этой мафии занимала неплохую позицию, которая позволяет покупать ей вот эти все вещи мимо зарплаты. И она чувствовала себя спокойно. И фактически ее сейчас публично увольняют, чтобы отвести взгляд. Вот вы обсуждаете, какая одежда. Какая разница? Основа всей вот этой коррупции на таможне, вот если дальше посмотреть, как избавиться от нее. В этом же задача, да? Как, чтобы не было коррупции. Сразу же мы вспоминаем, а сколько люди платят при заезде в Украину, если оборудование завозить, машину или товарно-материальные цензии? 34%. Это пресловутая НДС 20%, таможенная пошлина. Если существуют такие высокие пошлины на ввоз товара, преступность будет существовать. И она сложная. То есть на сегодняшний день она упирается рогами. Вы думаете, в администрации президента не знают об этой таможне? Смотрящий находится прямо среди шести эффективных менеджеров. Он курирует это дело. Как все силовые органы. То есть без смотрящего за силовыми органами вы не можете использовать несколько структур, которые в этом участвуют. Экспертиза. У нас одесская таможня, то есть экспертиза переехала в Киев. То есть мы видим разветвленную сеть, мафии. Вот типа Пабло Искобара, у которого была только мафия этих наркотиков. А это мафия внутри государства. Как будто бы Пабло Искобара захватил государство при помощи Зеленского. И вот крыша у них есть электоральная. Это Зеленский. Он же назначает всех этих силовиков. Он их всех знает. Но мы находим девушку, которая в этой структуре удачно устроилась. Поздравим ее с этим. Наверное, она уволит ее. Поверьте мне, она пойдет работать таможенным брокером. В частную структуру. И будет выполнять те же функции. Там же какая функция? Клиент должен созреть. К клиентам надо побеседовать. Клиент должен передать деньги. Вот эти... Она, судя по всему, этим и занимается. В промежуточном. А все экраны установлены в этом парусе на 24 этаже. Ну, копия, может быть, в администрацию президента установлена. Так что она там на камерах. Везде. Да, но ведь получается как? Мы донатим, мы собираем деньги. Тут поднимают налоги. Для ФОПов третьей группы вводят налоги военный сбор. Так вот, поверните голову на таможню и заберите оттуда вот эти комиссионные деньги. Ничего вы не заберете оттуда. А я же повторяю. Там завоз товара 34%. То есть вы в лоб не пойдете. Ну, представьте, вы переезжаете таможню, вам надо завести там вещи какие-то на продажу. С вас гребут 34%. А вы хотите снизить это вдвое хотя бы, до 10%. Ну, тогда плати напрямую, чтобы тебя пропустили. Чтобы тебе перебили эти печати. А когда идет речь о сотнях миллионов, вы представляете, что такое 34%? Поэтому оттуда вы ничего не заберете. Вот это Саакашвилевское. Когда мы сейчас тут установим все и мы заберем, вы не можете забрать, потому что ничего не будет идти в таком случае. То есть если вы барьер поставите, через него уже не будет ничего поставляться в Украину. Вот когда случился скандал с машинами и волонтерами, когда стали на таможне они, потому что с них брали 34%. Когда убрали с машин, машины поперли, даже Порши в воюющую страну пошли. Поэтому проблема решается не поимкой таких девушек там, или даже разоблачением. Все знают, где они находятся. Все знают, знаете, как в советское время мы знаем этих преступлений. Мы знаем, где они находятся. Мы знаем, кто совершил преступление. Мы знаем, что он сделал. У нас есть все улики. Ничего не можем доказать. Да, к сожалению. Спасибо вам большое за разговоры, за то, что нашли для нас время. Геннадий Балашов был сегодня в гостях на Политеке. Друзья, спасибо вам за то, что вы смотрите, поддерживаете и комментируете. Обязательно подписаться, если вдруг этого не сделали. Увидимся в следующих эфирах. Меня зовут Анастасия Гусарева. Вы себя, пожалуйста, берегите.